Здравствуйте! С вами новости гражданского активизма портала «Активатика». 30 сентября в подмосковной Балашихе прошел митинг за чистый воздух. Митинг это был очень необычный, потому что там собрались не только жители, но и ученые-токсикологи, и даже его посетил мэр Балашихи Сергей Юров. Почему это так необычно? Ну, потому что, как вы понимаете, в современной России очень редко, когда одновременно на непровластном митинге собираются и мэр города, и жители. Но беда у жителей и у мэра одна. Это ядовитые выбросы в воздух, которые происходят систематически в последнее время. И это проблема не только Балашихе, а аналогичная проблема наблюдается вообще на юго-востоке Москвы и на юго-востоке Московской области. В тараких городах, как Балашиха, Реутов, Железнодорожные и Люберцы. На митинге жители отмечали, что в последнее время они отмечают участившееся количество случаев заболевания раком. А в дни вот таких вот химических атак дышать становится вообще невозможно. Жители отмечают тошноту, головную боль и вообще затруднение дыхания. После очередной такой химической атаки 13 сентября внезапно прекратил свою работу сайт МОЗ Экомониторинга, на котором до этого систематически публиковалась информация о состоянии воздуха в московском регионе. На митинге в Балашихе выступила токсиколог, ученый Ирина Куделина. Она отметила очень тревожный факт. Оказывается, птицы в Балашихе гибнут систематически в больших количествах. Почему это происходит? Она это объяснила тем, что метаболизм у птиц намного быстрее, чем у человека. И когда этих птиц вскрыли, то оказалось, что из-за вот этих ядовитых испарений, а люди отмечают, что непонятно, что это, но такое впечатление, что это пахнет сероводородом с примесью какого-то странного запаха гаря, как будто от горящих покрышек и пластмассы. И в организме птиц обнаружили, что у них в крови кислород заменен на серу. То же самое происходит и с организмом людей, просто это происходит все медленнее. Но в организме у человека после таких вот химических атак сероводорода накапливаются вредные элементы, диоксины, соли тяжелых металлов. И после этого, конечно, у людей возникают проблемы со здоровьем. Она порекомендовала детям, беременным женщинам, пожилым людям уезжать из города. Почему происходят вот эти выбросы, кто в них виноват? На сегодняшний день жители считают, что виновники химических атак – это Кучинский мусорный полигон, закрытый, но не рекультивированный, Люберецкие очистные сооружения, которые находятся в аварийном состоянии, НПЗ в Калфотне, где, судя по всему, до сих пор неисправленное оборудование, и Московский мусоросжигательный завод номер 4. Вообще, вот эти планы по строительству еще новых четырех мусоросжигательных заводов на территории Московской области, против которых, кстати говоря, на прошлой неделе были митинги в электроуглях и в Солнечногорске, вот эти планы властей, они выглядят просто преступно. И жители, собравшиеся в Балашихе, требовали от властей, во-первых, чтобы заработал сайт МОЗ-экомониторинга, во-вторых, чтобы строили не мусоросжигательные, а цивилизованные мусороперерабатывающие заводы. Мэр Балашихи Сергей Юров пообещал, что со 2 октября, прямо с понедельника, начнется серьезная работа и будут выявлены виновники сервонародных атак. Интересно, выполнит ли он свое обещание. 30 сентября вообще оказалось богатым днем на всевозможные правильные и хорошие акции. В Москве, в парке Покровская-Стрешнево, произошла очень важная акция, которая собрала больше 500 человек, и люди выстроились живой цепью рядом с Иваньковским прудом для того, чтобы остановить совершенно чудовищные планы властей по уничтожению пруда. Надо отметить, что Иваньковский пруд, который власти собираются псевдоблагоустраивать, находится на территории особо охраняемой, природной. И вообще ничего строить там и ничего делать там, конечно же, по законам Российской Федерации категорически нельзя. Тем не менее, власти решили потратить 1,3 миллиарда рублей из кармана москвичей на так называемое псевдоблагоустройство пруда. Что они там хотят сделать? Они хотят выкачать оттуда воду, забетонировать пруд и, собственно говоря, превратить нормальный живой пруд в такую зловонную яму. Почему жители против? Ну, потому что уже есть вот пример такого якобы псевдоблагоустройства головинских прудов, когда также была выкачана вода, и дно пруда было устлано резиновой прослойкой, а берега пруда были забетонированы и заложены камнями в сетке. В результате во что превратились головинские пруды? Они заболотились, завоняли, и пользоваться ими стало совершенно невозможно. Когда жители, возмущенные в Покровском Стрешневе, собрались на акцию обними пруд и остановили уже начавшиеся незаконные работы, они выявили, что у рабочих нет вообще никакой разрешительной документации на работы. Следует отметить цинизм или идиотизм, как уж хотите, чиновников, которые считают, что вот это псевдоблагоустройство Иваньковского пруда в Покровском Стрешневе надо проводить, потому что на самом деле там якобы, по их мнению, ядовитая рыба и ядовитый ил. И вместо того, чтобы как во всем мире просто цивилизованно почистить этот пруд, они решили его за 1,37 миллиарда из кармана москвичей просто уничтожить его. Московские власти не только активно уничтожают пруды в московских парках под видом такого псевдоблагоустройства, и за денежки москвичей, они еще и собираются расселять в 40-этажные дома по программе реновации тех самых москвичей, которые предварительно, из чьих карманов предварительно вытащили деньги на уничтожение прудов. Так опубликован сейчас список первых площадок для переселения, и среди них территория бывшего мелькомбината номер 4 по адресу Шмидтский проезд, дом 39, и Мукомольный проезд 6. Здесь расположена одна из самых масштабных строек Москвы. Стройкомплекс просто гигантский, самое высокое здание достигает 53 этажей. И все это задумано в качестве такого дополнения к комплексу Москва-Сити, который расположен по соседству. Вот сюда переселяют жители из микрорайона Камешки. Строительство планируется закончить в 2019 году. И сейчас на сайте архитектурного бюро, который разрабатывает данный проект, говорится, архитектура квартала толерантная к будущим жителям. Но вот эта вот самая толерантность, она вызывает некое сомнение. Почему? Ну, дело в том, что небоскрёмы на Пресне – это так называемые высотки эконом-класса. В этих домах, в домах выше 20 этажа вообще не будут открываться окна. Вероятно, это сделано для того, чтобы толерантные жители просто не выпрыгивали от хорошей толерантной жизни из окон. Ну, двери, правда, пока что не заварили. Тем не менее, будет действовать принудительная система вентиляции. Правда, совершенно непонятно, что будет, если она, например, откажет. Или что будет в случае пожара. Почему? Потому что в этих домах, толерантных к жителям, вообще не предусмотрены балконы. И, следовательно, спрятаться во время пожара будет негде. Небоскрёб – это, в принципе, крайне опасное сооружение. И даже в дорогих домах, в донстроевских домах типа «Алых парусов» были трагические случаи. Вот, например, был случай массовой гибели рабочих. Это произошло еще до того, как дом был пущен в эксплуатацию. А когда донстроевские «Алые паруса» уже были запущены в эксплуатацию, там был случай гибели женщины при аварии в лифте. Что будет в эконом-классе с лифтами, тут даже не обсуждается. Вообще странно, зачем в Москве и вообще в России строить небоскребы? Понятно, такое решение для стран, у которых мало территорий, для Японии, для Сингапура. Но зачем это делать в России, где территории полно, зачем строить опасные для жизни небоскребы, совершенно непонятно. По словам автора «Активатики» Кати Шерги, становится ясно, почему Бог разрушил Вавилонскую башню. Это был первый в истории мира протест против многоэтажной застройки. «Активатики» Кати Шерги